Так, вещественная часть у меня может исполнить не только в прошлый раз. Я вот это подожди, у нас не год в опусках, но вот такие непредвиденные. Так, хорошо. Первое, с чего мы начали сегодня в заводе, это определение тела, предмета самого нашего тела. Значит, я вам показал это, что это, значит, твердое тело у нас для физиков, это система атома, большого числа атома, которая, энергия, которая, система, значит, близка к энергии основного состояния. То есть мы определяем, вот эту атомную систему берем, рассматриваем ее, вернее, объект равных, энергия Е0 плюс ДЭТАЕНЕКО. Так вот, это 3-3-3 минуты меньше. И мы говорим, что когда она все вылетела, значит, ну и 3-3 меньше, чем та энергия, которая, которая не обладает вне... То есть не... 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 Я словно не обладает встанет, а скажем, не обладает энергия. Вот. И, значит, вот эта... Разница между этой энергией и энергией свободных атом Это, если мы отсчитываем эту энергию от нуля, с нулевого уровня, когда она не взаимодействует, значит она отрицательна и называется энергией сияли. Это первый выпуск. Теперь, значит, мы поговорим с вами о том, как в теории, с чего начинать, назначить теорию. Теория, где мы начинаем, начинается идеальная система. И как вообще, значит, в физике мы сначала берем то, что нечто главное, отсоединяясь к тому, что является уже как бы второстепенным, возникающим в реальном условии, в прекрасных ситуациях. Ну, в отличие от этого, получается, что мы идеальны. Еще много идеальных, когда я хотел бы говорить, что начинаем с однородной системы, чтобы стать однородной системой. Конечно, неоднородная система, и это более сложный, чемоднородная. Неоднородная, у которой свойства меняются, изменяются в разных местах, которые различные свойства, это неоднородная. А если одинаковые свойства, то однородная. Значит, мы понимаем, что мы имеем, если мы имеем какой-то определенный объем, задали определенный объем совершенно, то, значит, свойства системы, частей системы этого объема одинаковые. Ну, значит, сама структура вот этой какой-то части, которую мы можем разделить по другую систему, не меняя ее свойств, она, значит, определяется опять же структурой самого однородного состояния. Так вот, структура одного однородного состояния зависит от того, насколько мы малым можем взять вот этот, значит, фрагмент, который является основой вот этого понятия атомности. Ясно, что абсолютно атомности не существует, это всегда система существует, атомы в своем уровне здоровья. Так вот, значит, тогда, когда масштаб есть этой системы именно определять атомным размером, там масштабы этого области, повторения которой можно получить в системе, вот эта однородность, которая определяется вот, значит, минимальная масштаба однородности, это есть атомы, атомы, значит, будет у нас система идеальной. То есть в смысле однородности, можно говорить, что есть вот макро-неоднородная система, метростар evening. Одно родная система, когда у нас размер вот этого фрагмента, который мы берем в качестве применения, он может быть миллиметр, потом следующий у нас будет микрон, следующий будет у нас нанометр, и, наконец, мы переходим к системе, которая представляет собой совокупность определенных элементарных ячеек совершенно нахер в узбоке, это идеальная атомная система. Значит, мы, конечно, в гарантии такой системы из системы, но, значит, мы в теории должны начинать именно с такой, и неидеальность мы можем включать постепенно, включая сначала малую, то, значит, больше, больше, иначе пихоняк вот затягивает таким махом, но она система понятная, всегда это, к сожалению. Другая система заключается в том, что мы будем рассматривать идеальную систему, которая, то есть это, что-то электронная ячейка, состоящая из того набора атомов, которые составляют там от данной твердой тела. Твердой тела состоит из частиц, участков этих, значит, областей, электронных ячей, которые содержат объемы электронного атома, повторения на этой ячейке, которые образуются в твердой теле. Вот, значит, такое обсуждение, которое приводит к тому, что мы должны рассматривать идеальную систему, вот такую идеальную решетку, которая состоит, идеальную модельную систему, ну вот, решетка такая, чтобы быть идеальную, значит, сроку, без каких-то данных. Это второе. Значит, дальше мы, как мы определяем энергию основного состояния такой системы, оценку энергии солнца, процента энергии основного состояния, мы определяем, значит, задавая, проявляемая, наиболее простейшим образом, то взаимодействие, которое нам, благодаря которому, создается церковная тема. Взаимодействие, вот, мы, значит, первое движение описано как потенциальной энергии, потенциальной энергии взаимодействия. Это понятие рождается, когда мы рассматриваем газы. Газы, вот это, значит, ну, то, как вы говорили, от четырех состояний вещества, когда вы знаете хорошо, плазма, газ, жидкость, церковное тело. Ну, вот жидкость, это, когда вот это, вот это, когда я знаю, что мы уже порядка будем считать энергией, это значит, у нас, она меньше всего, то есть это несильное состояние, в котором энергия все же близка, потому что, когда энергия в основном состоянии близка, значит, для жидкости это близкость, определяется самым масштабом геновых двигателей. Ну вот, так вот, жидкость вот этих. Так вот, значит, газ, если начинать с газов, то, в основном, теория газов, какие-то фрагменты излагаются в разных разделах физики. Значит, атомы, газы, взаимодействия, мы пристолкнули, но вообще-то это взаимодействие. Это именно большинство состоит из таких, приближая к другу, мы можем понять это взаимодействие. Это взаимодействие учитывается, когда начинает перереживаться. Вы знаете уровне Мангер-Вальца, уровне состояния газа близкого к другому состоянию. Там учитывается именно конечность размера атомов и их взаимодействие. Значит, атомы взаимодействуют. В чем характер взаимодействия на больших расстояниях? На больших расстояниях атомы, оказывается, будут появиться. Ну, потому что если Мангер не притягиваются, тогда бензиновое состояние может существовать. Значит, есть практически... То есть все осуществующие атомы, 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 атомы не притягиваются. Вот они притягиваются. Если вы понимаете это, значит, смотрите, на больших расстояниях оно... Можно понять, что оно обратно в процессальное расстояние. Чем больше расстояние, оно все меньше и меньше. Ну, значит, мы обратно в процессальное расстояние. Значит, оно именно степенная, как бы, функция. Потому что... Значит, в чем физическое смысл протяжения? В том, что она... Ведь заряжена, атома заряженная система. И, значит, она... Представляет собой. Я не отвечаю за динамик. Значит, как взаимодействовать две системы заряда друг с другом? Разложили. Тем более, это даже называется так. Значит, в первом движении ионизм есть так, а с точной зарядом. Ну, в больших расстояниях ионизм есть так, а с точной зарядом есть. Да? Ну, поскольку атом не нейтрален, то, значит, это точно зарядом нет. А следующее, значит, уже в этом мультипренном разложении, это диполи. Великий кольцо, хотите. Значит, вот эта диполи — это системы, у которых есть положительные зарядные зарядные пункты расстояния находятся. Модели этой диполи — это два зарядных, находящиеся на состоянии контрастного момента диполи. Так вот, эти диполи... Каждый мы можем в первом решении сказать, что они притягиваются. Вы знаете, что два диполи притягиваются. Вот это дипольное взаимописие, двух диполи, оно, значит, профессионально... Это выучили, вы говорите, я не знаю, это профессионально единица на аэрхобии, а где расстояние можно... Где R — это расстояние немножко... Значит, атом будет единица на аэрхобии. Ну, а аналитизм, вы видите, мы чувствуем. Вот это первое с первой семьи познание, значит, познание притяжения, ну, так сказать, Возможность существования, как и диполи, это то, что... Это, значит, возникает притяжение степенного характера. Ну, вот, ну, значит, это первое притяжение... Вот, да? Я все же, все повторяю, я думаю, честно буду делать то, что уже рассказывал, чтобы... Ну, нужно закрепление, так сказать. Вот. Значит, конечно, хочется, чтобы вы продолжили мою версию, прослушивали сейчас, что я вам говорю, значит, ну, взяли, вы видели все книги, которые к этому подходят, вы изучили вы все детально этот вопрос, если вы пришли, то сейчас я вот этого произведу нет. Ну, тогда, значит, мы с вами продолжим уже более профессионально глубоко, так сказать, начали, начали, мы не взяли, что это делали, что это не те вопросы, которые... Я не санктою... Ну, я, ну, предполагаю, от вас, а... Поэтому, значит, я... Вот это я хочу все равно повторить этот вопрос. Ну, вот повторение, как раз, это то, что вот эта вот кривая, которая, значит, меня не рано с этой стороны, вот, значит, это... 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 Что это... Первая такая существует... Вот это... Значит, вот это... Первое, что перепознание, что вот здесь вот это вот это вот, вот здесь вот такая зависимость... единица, знаешь, шестой... Она... А то, наверное, отрицательная, потому что это не притяжение. Вот, отрицательная, какая она притяжение существует. То есть вот это единица, знаешь, шестой. Вот. Значит, смотрите, дальше... А с другой стороны, если мы совсем ушато начнем, ну, нужно у нас сжимать так, чтобы он... Пополучить. И его соприкоснулись, значит, и... Ээээ... Они... Друг друга, ведь... Не захотят проникать. То есть, есть... Какое-то ядро кожелатому. Он не дает... Как-нибудь... Эээ... Ну, поэтому, значит, это, соответственно, решается вот так. А... Положительнее уже. Ну, должно быть, положительнее всего так. Ну, так вот, писать надо. Ну, вот, значит, соответственно, это... Можно, конечно, степенной функции. Это, значит, там... Довольно условно, это... Это уже трудно обрасывается. Если степень пишется R12, просто, что себе нужно, на ночь. Ну, вот, 12. Ну, а просто степенной будет написать, произвольная какая-то функция. Пусть произвольная тоже степенная функция. Но правильнее будет, конечно, экспоненциально. Самую сильную будет поставить. Ну, вот сейчас... Сейчас я не вышел. Существует два типа. Ээээ... Это еще... Даже больше. Конечно. Модели. Это модель такая. Вот модель формирования. Вот эти модель взаимодействия аминтарных ячеек, как целых. Как целых. Аминтарных ячеек из двух разограммах. Просто состоится из двух разограммах. Это аминтарных целых взаимодействий. Вот по какому закону. Вот закон... Это мы говорим по поводу тела, состоящее из атомов одного созданного. Простое тело. Простое тело. Простое тело. Стоит из атомов одного созданного. Вот тогда атом из очень другого взаимодействия. А что это состояние? Это все так. Но маленькие. Это состояние. Они... Круто более. Идут. Ну и... Допустим. Вот это сейчас. Продолжим всегда раз. И продолжим всегда раз. Вот это вот. Ну и ясно, что получится кривая, которая имеет вот только минимум. Вот этот минимум, значит, и является равноясним положением атомов тело-дели. Вот тело-дели, они считают... То есть, от них, и организм, и получается, около которых атомы совершают колебания. Колебания. То, значит, в первую очередь, можно сказать, что там можно стоять. Но на самом деле, мы говорили, уже тут описывается бантерный замк. И это... Стоит вот твердая тело. Кванталехрический. То есть, наверное, языки кванталехрические. Хорошо, вы посмотрите по человеку. Потому что, ну, это... Ээээ... Частицы... Ээээ... Ээээ... В полном деле, проявляет умные свойства. Потому что она не функция приставленного. Значит, это... Ээээ... 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 Останавливать невозможно. То есть, если мы, то есть, она должна быть сконеченными процессами. Поэтому, значит, вы... Ээээ... 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 Эээээ... Эээээ... И так, вот мы пришли к тому, что существует такая вот эта, значит, вот такая прямая, вот она, значит, вот я сейчас напишу формулу, которую сейчас буду использовать. То есть я могу задать, вот за то, что я рассказывал, я рассказывал, и, значит, будьте, будьте порсетки порсетковы писать, которые я, что раз, не выписал. Значит, смотрите, мы, значит, запишем теперь вот эту взаимодействие, которая есть, она, значит, существует модель, эти модели, но они, в основном, слабые. Значит, вот так, это мы, и вообще вот, все, я говорю, ну, типа трудахетелла, может, почти что напрямую, но с каким-то причем, конечно, поправлю, но все же от применения. Ну, может, это не было, ну, трудахетелла, это, ну, очень замечательно, действительно, все это для оценки нужно. Мы не должны оценить энергию. Как? Мы должны учиться оценивать энергию, вот, основу состояния тела, вот исходя из того, что мы знаем, что это, так, ориентарный человек. Допустим, мы хорошо представляем эту энергию, мы с ней что-то можем что-то посчитать. И вот как вот из этого получить энергию, основу состояния тела тела тела? Можно, так сказать, в прошлый раз я в этом написал, вот сейчас я поподробнее расскажу, и, значит, покажу, что вам, чтобы вы умели это тоже объяснять, и рассказывать, и так далее. Так вот, значит, смотрите, вот три типа, значит, кривых, которые, значит, которые, которые есть и используются. Вот, значит, это, ну, вот, вот это зависит, она может все другое, и может, если пилы, и может моделироваться некой экспонициальной формы, более подходящей, конечно, наверное. Ну, вот, для сцены тысячи. Так вот, значит, смотрите, вот это вот, ну, давайте я ее прямо напишу в разных видах, и чтобы было понятно, и мы эту форму вот, сейчас я вот напишу, поэксплуатируем, определяем прямо вот это положение на рейси, и мы будем знать его, вот это положение у нас, и мы будем приближать, да? Вот, у, вот, вот, вот эта вот формула, значит, а, значит, сейчас я обозначение чуть-чуть, ну, вот это принято обозначать буквой цель, значит, минус цель, большой, аффициент этот переменчик, всеми качествами, э шестой, так, плюс д на э 12, этот процесс называется 6,12, это потенциал, модель Лена Джонса, при изучении газов и жидко 7, вот эта была, ну, модель применена была Лена Джонсун, Вот есть книга, значит, между прочим, однажды вам такие книги уже смотрели изначально, тем более, что когда вы к нему подержите указу, вы почувствуете, как много не написано. Значит, сейчас я вам скажу, вот так, Гершфердер Кертис Берг, но я сейчас попробую даже не синициалами, я ее выписываю, но это же не будет, что-то не искать. Гершфердер Кертис Берг, значит, вот так это изложено, эта наука взаимодействия международного. Значит, вот я просто туда без этих... Э... Инициалами... Видишь? Вверх. Видишь? Вверх. 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 вещества. Вот такие. Ну, вот у нас окружает, ну, и плазма есть, но вообще-то, и рабочая часть этой жидкости, да, плазма жидкости, и твердые тела. Вот все теории, теоретики, ну, это же теории всех этих состояний. Хорошо представляете. Вот я пытаюсь вам начать средиам артерового тела. И это правильно подначать с самого состояния, с самого состояния, а дальше ведут жидкости, дальше ведут газы, дальше это самая плазма, да, все это есть соответствующая наука. Ну, вот это начало изучения этих жидкостей. Так вот, я почему говорю, потому что вот эта ссылка прямо на эту работу, где это все сделано, и то, что я сейчас в формате записываю, это есть. Значит, мы можем прямо взять первую стручку и посчитать, ну, не в своем языке. Вот такая. Значит, хорошо, теперь ищи дальше. Это вот и оптициал F. Но мы можем взять произволе, да, я сейчас прямо пропишу F и оптициал F и пропишу, как вот это делается, как там и тоже сам можно писать. Теперь, значит, второе, второе, второй тип взаимодействия, которое есть, это, значит, Букингем. Ну, это вот я даже не правильно, Букингем или Букингем он пишется. Вот это Букингем. Он, значит, это всегда пишется так. Я вам объяснил, почему это, это действительно, значит, не всегда напишется, но, как правило, этот слогаемый, в общем, естественно, включается, потому что оно обоснованное, обоснованное семью, хорошее, то есть, да, без романтизного метода. Вот. А вот отталкивание – это проблема описания. Ну, вот отталкивание, значит, вот это вторая, описанная описанная экспонита. Министр F, делённая на Rho. Rho – это, ну, как говорится, множник, который, ну, масштаб самого атома как должно быть острым. Вот мы пока сейчас всё это делали на случай, когда тоже тел состоит из атомного сорта. Ну, естественно, значит, если есть несколько сантов, то это всё это нужно модифицировать, ему это, слушай, ну, сомарнировано. Вот. И, наконец, вот это, если я… Следующий потенциал… Сейчас я вышлю, это потенциал Морси. Вот тут, видите, два разницы, значит, C, D и Rho – это Rho. Здесь C и D. А Морси, значит, там вот такой потенциал. Эпсилон единица минус E. Ну, и, значит, тут вот так. R-A на Rho. Ну, он обращается, ну, когда R… Р-A на Rho – это квадрат еще это делается. Так, квадрат – это вот такой потенциал. Ну, а вы знаете, кто-то есть проинтересованные потенциалы, и, значит, я там, вот, кстати, Морси. Это буквы НК. Вот это. Ну, фамилия… Раньше, естественно, было известно, его… У вас, наверное, вы, наверное, не читали этот мушкетёвок, а в том месте так… Тут у нас и так много фамилий было… Так вот, до этого, наверное, там было… Может быть, этот тоже… Я не помню, что это… Толокусы… Ну, что, ну, они… Более, не разумеет, не читать. Хорошо. Ну, вот, значит, вот так. Смотрите. Итак, вот это вот набор таких, значит, моделей. И вот сейчас мы оценим, наверное, и связи, значит, во-первых, поймем, как их делать, а во-вторых, значит, прямо пропишут на всех этих потенциалов все же, какой-то, какие-то формулы. Нужно нам поучиться писать здесь, наверное, в этом случае. Вот, в этом области. Ну, вот, значит, смотрите. Итак, я даже возьму это и… А, не знаю. Напишу, как формулы не давали. Конечно, вот такие, ну, проделать это, значит, тут подробно просто напишу какие-то, ну, какие-то результаты, что ли. Вот, значит, смотрите. Ну, теоретику хочется. Произвольные, я не знаю, зачем 16, там, вот там, что бы там. Давайте поговорим про произвольные степень. Ну, c на r, n, минус, минус, плюс c, r, 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 r. Так, вот. Ну, так, значит, смотрите. n должно быть больше m, да? Сильнее даже, чтобы… Ну, мы сейчас покажем, что это, если, если будет наоборот, или не там равно, то не будет ренессивного положения. ни у нас не было в полной функции, ни у нас не было, ни у нас не будет ренессивного положения, ни у нас не было полной оплаты. Понимаете, ну, определить как, du, r, 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 r. Это корень n-n, корень в степени n-n. Значит, nb, nd, деленное на nd, d, деленное на f, c. Вот, как будет так. И, значит, теперь, после того, как мы это запишем, то вид вот этого, вот этой корень будет такой. Будет такой, значит, вот смотрите. У ноль, это значит, смотрите, у ноль. Это есть у от а. Так. Значит, вот, вот это умножь. И, значит, да, у ноль будет у нас, здесь умноженное. Это nn на n-n. Вот. Знаем, минус n, да? И, значит, скобочка. И, значит, мы вот в таком же, вот так записать, в таком, ну, красивом, с точки зрения, так, теории, да? Конечно, можно написать так, что, кто думал, какие-нибудь фрагменты выше, которые вы видите. Здесь мы должны... Красиво. Красиво. Это просто число. Понимаете, да? То есть здесь у ноль какое-то просто число такое. Вот. А здесь а, деленное на r в степени, значит, минус, это минус, единица на r, здесь еще. Вот. Так. Один, да? Так. Вот. Значит, плюс единица на r. Единица на r. Так. Единица на r. Это есть, в томосе стоит, вот эта вот, вот эта вот вещь. Вот эта, понимаете... Рубина, это патенциал не был. Ну, вы понимаете, что значит, на самом деле нам вот это как раз, видится тут важно, вот вблизи вот этой. Почему-то то... То есть вблизи вот этой вот, а она будет находиться вот в этой области. То есть для нас важна, какой там потенциал, как определяет вот эта вот А, это А, да? Вмежатом на расстоянии. Вмежатом на расстоянии, это просто в этот вопрос. Вот. Вот. Вот он, как говорили, я решила, значит, через его параметры. Хотя, в общем-то, мы найдем, допустим, О0 из каких-то экспериментов. Сейчас мы попробуем. Вот. А, значит, если мы найдем А из каких-то экспериментов, ну, тогда мы параметры вот этого потенциала мы можем... Сколько я сказал? Поставить здесь вот на шесть. Поема, блин, все, 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 все. Ну, видишь, тогда будет, значит, такая, какая-то теория такая, которая для разных веществ можно будет приписать. Ну, видишь, это, на самом деле, все так же. Слишком просто. Ну, теперь вы смотрите. А как теперь найти энергиесного состояния? Значит, смотрите. Вот если мы знаем, вот так. Вот и так же. Просто разописал. Допадем, в город. Значит, смотрите. Энергиесного состояния. Вот одна будет такая. Одна вторая. Значит... Это вторая-то, но чуть-чуть. Л штык. Целая числа. Л, л, л штрих. Вот, а здесь у. Вот, r, l, плюс l, минус l штык. Минус r, л штык. Вот так вот. То есть здесь L' это номера точек, в которых находится элементарный человек. Это элементарный человек, где находится точек. Буква A. Ну и все равно не будет. Как это сейчас тоже. Значит, это... Довица, мы одевся. Между ними, буквы. Вот она такая. Здесь мы сразу же записали это, конечно, в предположении, что у нас по всем направлениям, куда бы мы пошли, вот здесь, вот здесь, вот здесь и здесь это. Так вот V-сформулатера и V-сформулатера. Ну, то есть изотерапия предполагается самому. На самом деле, значит, она немного сложнее. Функция даже зависит от того. Ну, в смысле? Значит... Ну, вот это, ну, значит, получается, что вот это по любому направлению, какую не возьми, значит, будет такая функция. Ну, вот, значит, смотри. Ну, вот, значит, смотри. И так. Вот это вот. Теперь, смотри. Я вот эту функцию... Ну, вот я говорю, прошу вас. Значит, как вот это вот... Продолжить эту формулу. Вот. Ну, продолжить так, что... Рассматриваю, как это вот это дело из заполненного сода. Значит, эээ... Вот здесь, фактически, по одну то суммированию можно провести, потому что... Ну, какое-то это вот дело, пусть он содержит, n атомы будем считать, да? Ну, здесь просто n в сумму. Ну, одна вторая по самому, потому что каждое слагаемое будет повторяться, если два раза на твоей сумме. Ну, вот, теперь, эээ... Одну из сумм уже, значит, снять. Потому что будет всего n одинаковых сумм. Правильно? Что, значит, где бы нельзя начальное отсчёта, это... n плюс 2, мы отсюда. Возьмем начало отсчета и потом просумерем во всем. Потом возьмем следующее, просумерем во всем. Будут все одинаковые суммы. Ну, поэтому, соответственно, это будет... n вот таких сумм. Ну, 2... Уже здесь одна сумма уходит. У от... эээ... 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 С какого-то нуля... Ну, значит, какой-то атом принесли... Ну, или... Такую сумму там. Напишем теперь. Вот. Теперь начать дальше. Смотрите. Вот у нас этот специалист рисовал. Вот расстояние между атомами, да? А, да? Значит, вот если уже на два... Ну, смотрите, это уже слабо такое. Если я не перенесел. Ну, вообще-то, значит, складается расстояние, да? Эээ... Вот как-то далеко друг с другом. Это, наверное, даже они уже не заметили, если пропустите. Ну, поэтому, значит, здесь можно... Это... Грубая оценка. Грубая оценка – это то, что будем... Оценка. Существует тех, которые находятся на стороне а, данного атома. Ну, тогда это называется плоск. Вот, это очень важное понятие. И, конечно, сейчас давайте еще раз. Это... Эти большие соседи. В твердом теле всегда есть атом. И какое-то окружение. О нем совершенно определенно... Атомы садятся... Вот эти... Минимумы... Минимумы... будет на совершенно определенном расстоянии, значит они будут сядут и будет определённое совершенно определённое число для данного размера, значит какое-то определённое число будет в ближайшем соседнем, оно зависит от размеров. Ну, значит, получается, мы вот это можем записать как nz ближайшее число, это приблизительно, как написано так, nz пополам и u0 просто. Ну вот это и будет nz в основном состоянии. Смотрите, мы сразу получили, значит, вот если мы это всё вычислили, вот она у 0. Это, конечно, я написал правильно, может было исходно, сам будет так, nz. Исходный потенциал, что сам можно было написать в таком виде сразу, сразу его разозмеять, как говорится. И тогда, значит, это у мурта не надо расписывать через эти константы. Но, в принципе, значит, давайте напишем, значит, это. То есть, имеется в виду, что константы b, как c и d, поедать не нужно. Здесь вот, смотрите, мы берем, естественно, константы u0, a, ну и эти буквы, наверное, вместо этих c и d, понимаете? Ну, значит, если через c идёт, то выражение есть тоже, конечно. Значит, сейчас я напишу себе секунду. Значит, это c, делённое на a в степени m, и 1 – m. Вот так. Ну, значит, если бы так за исходом взялись, тупо как говорится, то вот так получим. А если не тупо, то, значит, у нас вот, значит, физическая констанция a, просто я имею в виду на ближайшее, на ближайшее, на ближайшее, на ближайшее, на ближайшее, на ближайшее состояние, степень m, m и u0. Вот три естественных параметра, четыре естественных параметра, да? Вот, значит, 0 получается, что она так определяет нам эту... Энергия, что она стоит магически, это только 1. То есть, только a и u, 0 – это вот, это все, что мы можем. Вот, смотрите, итак, n, z, 0, 0, значит, это... Смотрите, а какой порядок величины в этом параметре? Давайте поговорим. Значит, это... Порядок величины a, какой вот, давайте просп alone. ну это все равно что значит того же порядка но конечно порядок 10 минус Но ты знаешь, как в системе SGS, физической системе, у нас система SGS работает. Ну а если вы, значит, как называется, в системе C, это джоу будет, да, значит вот R, ну смотрите, вот это будет, R это 10 минус 7 джоу, да, 10 минус 7, ну, меня поправьте, я бы лучше знаю здесь. Единственное, надеюсь, или, хотя, конечно, ждать хорошего владения, вот, значит, хорошо, значит, есть джоу, 4 джоу, да, так, 4 джоу называли, так вот смотрите, значит, как раз через эту талорию, вот эта энергия, ну, это часто выражается, вот эта, вот оценка энергии самого себя. Вот это, значит, NZ пополам, вот, так вот это, значит, NZ, если вы смотрите, ну, какой вы возьмете здесь, вот, и ключики? НZ и СGS, да, почему? НZ, а почему? Что это за числом? Число угадал. Число угадал, ну и что? А почему же это угадал? Вот. Число угадал. Думаю, как махар тело, например. количество и вот почему это действительно вот это является характерным таким почему что это атомная масса молит и каждая моль значит что стоит такое одинаковое количество вещества поэтому здесь право на что-то взятие богатра и поэтому детального атома мы берем ноль у ноль вот это и z ну и коррекционное число оно только единицы я скажу вот это вот теперь вот это если мы отнесем энергию на море вот мы на море отнесем энергию тогда у моря будет как раз энергия этого моря будет энергия единица энергии на море вот и единица вот теперь начинаете 10 минус 17 убрать здесь то будет простое естественно число зика и у кого-либо и вот и на море это значит это естественно единица состояние потому что раз она в обыденной жизни часто фигурирует вот это значит это у нас килоталлорий на море дней это энергетическое состояние можно тут пособождать что это будет соль потому что 10 минус 11 жадан и на самом деле энергия ниже характерный масштаб энергетическое порядок ниже чем энергия атома т.е. электронного атома она сильно сядет сильнее сядет поэтому получается что энергия связи это вот какие-то сотни десятки единиц электронного атома вот это значит я сейчас таблицу это таблицу это таблица будет привязана как еще факту который мы тоже уже сошли итак для алкоголя на море вот это допустим сто или там пятьдесят электронный море вот характерный масштаб и изменения этой причины энергии потенциала вот итак значит вот теперь по той же схеме мы можем рассмотреть вот значит и все два других и потом потенциала которые есть вот написать на физическом виде вот через 0 а и характерный масштаб потенциала отлично потенциала вот значит эти потенциала и для этих такое что можно делать вот и тогда значит получится у нас находя то есть какие потенциалы там можно строить на разных атомах где больше подходит ну вот такая значит значит что касается значит как более серьезно и глубоко и серьезно и глубоко это вопрос значит сложный и конечно он такой вот значит в начальном курсе излагать его ну трудно ибо более того значит это даже такого изложения нельзя построить в общей виде для всех существует огромное то есть и значит для каждого из них существуют свои подходы для вычисления эти нужны потому что что такое это то что выделяется тело разлагается ну значит мы потом даже для того чтобы свойства какие-то ну допустим это да нам очень крепкие твердые или легко только трудно ну если ставим задачи заранее если с помощью расчетов определить какую такие как нам сделать тело заданное свойство то пониженную религию основных религи ну вот такая вот значит такое было на религиозном сцене сейчас я сейчас я еще кусочек расскажу который вам хорошо и значит стал вспомнить с вот и тогда мы уточним немножко нарисуем а какой что мы должны сразу спросить что какие типы будет мы по основному структуре основного состояния должны разделить тела на совершенно пленотипы и действительно это так много есть по сути дела если вы возьмете тела состоящие из атомов одного сорта простые называются это хронических элементов ну существует всего-то три типа их по структуре самостоятельно вы знаете что есть значит это кристалл сапо называется деление по типу связи вот разделение тела типа связи тела вот это типа связи тела значит смотрите какие мы предположим если атомы объединяются и не теряют своей индивидуальности вообще вот они вот это основной класс тела которые все заблудают это главные можно сказать атомы атомы и нервных газов вот атомы и нервных газов они содержат как раз они не хотят их электронно участвовать в процессе химических реакций всего большее существование их не оказывает составляет фундамент для периодических систем так так эти гиганерные газы когда они ну это необычное что-то конечно это тела существующие очень 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 которые значит иногда даже один из главных этих представителей этого гиги он вообще не ну если сильно сжать так вот значит эти называется потому что она характерна для кристаллов состоящих еще из молекул значит у них для тела конечно христалл так вот значит тела стоящие из молекул они тоже так соединены хорошо что они тоже взаимодействуют друг с другом вот это первый тип связи вот это значит кит связи он может быть в простых телах и значит это и значит сложных тоже ассоциации с ну конечно весьма у нас странен в таких органических что ли веществах которые сами по сути они по сути составят молекул но там есть специфики мы оставляем в стороне это предмет больше биофизики так сеть в себе магнитурные структуры но если полимеры много таких транзитилов просто это мы считаем более сложным чем то что это простое нет я не не хочу сразу значит тип связи ну называем атомные 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 молекулы к ним относятся к простому не пропустить я просто хочу сказать потому что не пропустить главное вы сейчас челом так так Вот смотрите, какие молекулы, значит, это, ну, кроме инетных газов, инетных газов, инетных, так, теперь, значит, Э2О2, ну, это все самые известные, значит, нам вещества, кислородные азора, самые распространенные аглона, так вот эти кислороды, там, твердые тела из этих газов, они, например, из молекул состоят, на эту, вот, молекулы, Э2О2, ну, и вот они, как раз, типично, представляете, они тоже молекулярные эти связи, да, вот, теперь, так, теперь, значит, СО2, вот, как хорошо, теперь, СО2, ну, а дальше, значит, хлор, 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 А, я первый, шла, фтор, хлор, так, брон, вот эти тоже, если из них сделать, чтобы были тела, то это будет тоже, ну, атомные, значит, это вот, атомные, это молекулярные, вот у них молекулярные люди, с вашей молекулярной связи, и атомные молекулярные, это вот эти. Ну, вот это такая, значит, такой тип лёных тел, для которых всё же теория что-то сделала, то есть можно себе рассказать эту науку, значит, вот, кстати, она к этой кусочке тоже, я с ним взял, вот то, что я сейчас рассказываю, вот этот кусочек, значит, он есть, конечно, во всех книгах, по твоему телу, но, как правило, сартула, а вот это, значит, это, пак, сверлах, как они, замерзли, заходите в пальто, я зато вам это сказал, вижу, в общем, да, хорошо, я принесу сейчас, у меня нагреватель, надо мне напомнить было, я сейчас не замечаю, что вы загрели, она сидит со стеной, так, ну, так, надо будет, ну, как, вы надеете пальто, ничего плохого, а сейчас я принесу нагреватель, там, может быть, здесь что-то выгрею, у нас аварий нет, там, этих, и мы вот мерзли, а в моем комплекте, как я зашёл, у нас долго не было никого, так вообще улица, просто, все осталось полностью уравнятостью, в общем, вроде, противная штука, у меня взяли, вот, жопа-то, эти нагреватели, все эти стороны уже, ну, хорошо, так вот, значит, вот это, ВАКС, это Вальдив Георгиевич, значит, это известный человек, он написал, что-то не будет, вы сегодня нагревательное, что-то не будет, значит, вот он, это, специально, ну, конечно, там, можно тут ещё улучшать то, что он написал, но, в общем, есть вот это, так и называется, смотрите, вмешательное взаимодействие, связь против тела, это ученичный такой, я, ну, знаете, ну, я, конечно, чтобы было, чтобы не рассказывать, я это очень полезно прохожу в эту часть, описательно, в том плане, потому что, ну, этого нет возможности такое рассказывать, не существует ничего хорошего, но это, кажется, и указательное взаимодействие. Ну, вот, и да, хорошо, вот, значит, вот этот тип связи, для него теория может быть построена, чего нужно, фактически это действительно взаимодействие гибли, да, а взаимодействие гибли может, но, значит, конечно, это сложная же атомная система, и, значит, конечно, всё по-настоящему трудно, значит, сложить, но вот в этой упомянутой уже в моей книге, это как раз теория есть, то дисперсионные такие взаимодействие, называется, что-то совсем. Дело в том, что вот инертный газ, вот я говорю сразу вам, сказал, смотрите, товарищи, мне, вы должны мне сразу сказать, ну, инертный газ, у него почки в связан, там же из затопной системы, там какой-то гипп, там заряды-то размазаны все, три положительные взаимодействия, у себя дороги взносны, то есть там по этому поводу надо сказать, ну, что дальше, но, оказывается, не так, атомная система устроена так, что там всё же обращается, то есть динамика есть, и поэтому в каждые данные моменты гибпорта существует, вот он в среднем, только его нет, вот это надо посмотреть, ну, а так вообще-то гибли есть, и вот эти вот взаимодействия как раз динамические, так сказать, приводят, изучают такие дисперсионные силы, иногда благодаря Барса называют, связывают как раз с этим, Номер Барсом, и еще как-то какими-то именами у вас есть, и эта теория дисперсионных сил существует, она, в общем, дает возможность вот эту прогнозирующую самостояние намного более строго, чем все другие типы святых, которые там сожглились, вот, вот такая вот, значит, это, круто, что я сказал, предсказать, теперь, значит, я говорю, что если те тела состоят из садового контакта, существует всего три, так вот стоят два, так два – это главный стипа у нас, это, ну, конечно, значит, у нас, как твердые тела, они неинтересны, потому что им не от них газ, это вообще никакое, и эти тоже, какие они там твердые тела, если кислород все равно, кого они там интересны, вот, а, значит, вот те, как настоящие, как прочные, нам твердые тела, это, ну, их связи совершенно нет. И, значит, какие есть эти, ну, давайте сразу, и мы сразу поймем, да, значит, как будет. Вот, допустим, у нас, ну, типичный бесцветный, возьмем натрий. Вот натрий, у него оболочки заполнены, какие-то электроны, вы, наверное, научили, как-то. И есть, вот, арбитры, например, один электрон, один валент, ну, валентный, да, натрий. Вот это атомы с одним валентом электронов существуют, и с двумя, с тремя, и так далее. И вот эти атомы, в которых существуют в валентной оболочке, слабо связанные с ионным островом, а ну, дальше, замкнутыми, и это не точка электрного газа, это ион. Вот, значит, получается, когда, значит, вот эти вот валентные электроны, что они вызывают? А когда то, что дело не объединяется, получается такая вещь. Они просто дивизируются. Они всем вот этим, вот, то есть, получается, такая система. Это практически напоминает плазму. Раньше у нас даже не была такая плазменная модель, твердое дело, это металл, металлическое средство. Так вот, значит, вот ионы и электроны. Они, значит, ионы, электроны, значит, друг от друга, как бы, то есть, независимо от этого, газ электронов находится, или газ, лучше сказать, взаимодействующий с темой электроны, находится в поле вот этих вот ионов. Всех вместе. То есть, каждый электрон чувствует все, каждый ион, как говорится, сам по себе. Вот это. То есть, электроны отдаются. Вот это называется металлическая связь. Такая связь, которая получается от металлической, металлическая. Она обеспечена чем? Что электроны, оказывается, сами-то тоже, значит, вот специфики их взаимодействия, притягиваются друг от друга, когда их собирают шутку. Если есть металлические, их положительные полица, в ионах. Поэтому, что мы взяли взаимодействие, которые притягиваются к электрону. Ну и все, в целом, вся эта ионная система, электронная система, она, оказывается, имеет хорошую энергию связи. И, значит, соответственно, она, значит, металл, да, довольно большой энергию связи. Соответственно, мы металлы, вы знаете, это, значит, они обладают чем? Проводимцы. Вот эти электроны, которые общественные, они проводят электрические толпы. Получается, что это может быть не только. Теперь еще другое. Другой, другой, к предельной, случай этого дела. Совсем, вот, это углерод называется. Значит, углерод имеет четыре атома. Существует четыре агитона. Значит, вот эти вальянки, что я так называю, в этом режиме. Но четыре, и у другого четыре, они вместе обладают восемь. Это замкнутая какросистема. Вот, знаете, что восемь. Ну, вы знаете, в период, как раз, восемь. Так вот, значит, получается так, что эти четверка, четверка атомов, значит, ну, да, вот так можно депрессивно говорить, четыре атома, да? Вот они обуществляют каждую поэлектрону. И, значит, получается вот такая вот вещь. Вот парочки вот электронов, вот каждый содержит четыре... Ну, дальше я такую штуку вырисовываю. То есть каждый содержит четыре атома, но они поделились с этими электронами. А электроны никуда как бы не уходят от этих своих атомов. Но они просто по общевелённым вот таким вот, значит, связям распределены электронами, локализованы, но они локализованы на связи. То есть это в металлической системе, они не локализованы, но её хотя бы там входят, в угол, в угол. Вот, ну, вот это первое движение. Конечно, есть у них на лимонах, у них есть у них, конечно, пучки. То есть электрон нужно представлять себе как электронная полоса. Когда вы рассматриваете электронное газонное состояние, то это нужно осматривать плотность, ну, заряд электронов. То есть заряд, такая вот эта живность, значит, она распроляется. Вот электрон распроляется, вот так. Потом элитрон дарит, вот это следует, вот, значит, получается здесь такая вот связь. Здесь такая, ну, идея-то понятная. Вот этот акулировод, как твердый акулировод, составляется с акулироводом вот таких вот связанных атомов, связанных вот это коваревная связь, вот это коваревная связь. Вот металлическая коваревная связь — это два предельных случая связи, существующих в простых твердых телах. Значит твердое тело либо принадлежит к металлу, либо принадлежит к коваревному кристаллу, вот так. Ну и по-разному, конечно, речи тоже бывают, но значит тогда все равно девать и некуда, это что-то будет похоже, то есть будет то и другое, то есть коваревная связь и металлическая может быть сосредоточена, но меньше. Лень же это правило, тогда либо коваревная либо коваревная связь. Вот, значит, типы связи. Так вот, самые крепкие связи, сейчас я пройду к тому слову, поскольку на все расследования. И, наконец, ну если мы теперь берем уже не простое твердое тело, а другое, твердое тело, твердое тело, твердое тело, твердое тело, твердое тело, твердое тело, твердое число одного, то тут существует и четвертый вид связи. И получается, что там четыре типа связи, тоже будут четыре типа связи. Четвертый закон. Четвертый вы уже знаете. Это тюпичный, что натрий-флор. Натрий вот тот же самый, например. И хлор. А у натрия один электрон валентный, а у хлора семь. И вот это семь плюс один получается восемь. Значит, это тоже самое вот такая комбинация. Она условно, ну как вам, значит, восемь. Давайте вспомним, в чем дело-то? Откуда это восемь число один? Значит, оттуда, что мы периодичную систему строим на одном атоме. Вообще все у нас висит на одном, значит, вся теория, например, нарушатом основании одного атома. Какой атом? Атомы дорода, конечно. Это атомы дорода исходные, первый. Он, значит, потому что мы задачу атома на дорогах вам рассказывали ее. Значит, и вы говорите, она досконально эти конца изучена. Там все понятно, так сказать. Потому что это всего две частицы электронов в поле, значит, протоков. И, значит, все можно там прощать. И, конечно, есть там тоже сложности свои. Но все равно, значит, это, конечно, прощитные. И вот, значит, получается, что как электрон распределен на этих вот этих электрических состояний атома этого водорода. То есть у вас электроны есть, ну, электрические уровни, оболочки, вот строятся оболочки. И вот эти оболочки, как по основному, знаете, 2 на 2L плюс единица. Вот существует квантовое число, да? N, N, R, да? Ну и S, значит, N – это главное платое число, оболочка. Значит, N – это орбитальное платое число. Это собственное число, назовущее собственное значение орбитального момента, вращение. Вращение, вращающийся момент, вращение в платое 5 квантуется. Воздух квантуется этими номерами. Их, ну, там, имя будет все это расписано. Значит, сколько их значений. И при каждом данном. Каждый данный, например, N, R, значит, например, N, R, значит, например, N, R, Воздух квантуется. А эта сима – это плюс-минус единица. Это два всего импотерекции. Потому что вы понимаете? Воздух квантуется. Воздух квантуется. Воздух квантуется. Так вот, 2 на 2L плюс единица. Вот если вы возьмете здесь R, R, 0, 1, 0, 1, 0, 2. Значит, смотрите. Это терапия S, P, D. Вот эти электроны имеющие это тут. S электроны, P электроны, D электроны. Так вот для P 1. Вот 2, а нужно 1, 3. Теперь 2 умножить на 3, 6. И плюс еще 2. Вот это 8 единица. Вот это число 8. Значит, 8 – это первая оболочка атома водорода. На ней всего может быть 2 литрона, да? Потому что это N, R, значит, здесь будет всего, может быть, только N, R, может быть, только 2. Такое значение есть. 2. Теперь, значит, следующая оболочка уже содержит P 1, значит, содержит 2 R плюс 1 состояний. Эти числа нумеруют состояние электронов. Сколько можно посадить электронов на каждой оболочке? Так вот 100 это можно посадить. Значит, это на самом первом оболочке. На самом первом оболочке может быть 8. Вот это 8 берется, отсюда берется. Значит, и вот, значит, получается, что вот этот вот, это 8, значит, если натрий и ход, то, значит, этот натрий отдает этот электрон этому хлору. А у хлора остается, получается, 8. Затонная оболочка, значит, атома, первая, значит, первая оболочка, короче говоря, атома второго, получается. Вот и получается так, значит, возникает ион хлора минус единица, да, и натрий плюс единица. Вот два иона заряженных. Значит, один заряд от электронов каждого, за этого она, за этого она, значит, они соответственно друг другу притягиваются. И это есть ионная связь. То есть ионная связь с электронов электростатическими силами условиями. Опять же, значит, это тоже простая вещь. Теория твердого тела вот началась вот в двух вот этих вот ситуациях. Вот атома молекулярной связи и ионная связь. Это промежуточная, самая важная и самая интересная, как говорится, связь молекулярная и металлическая. Они представляют трудности с ними, которые не делают. А вот цены, ну что, заряженные частицы сидят в двух суток, в двух подъемных. Вот мы, значит, посчитали, можем это чисто электростатический такой расчет проделать, он проделан был. Значит, э, в одном таким, значит, вычисли вот такой целокутности. Эй шоу, значит, таких положительных заряженных ион. Наверное, мы посчитали, вот это вот. Ну, вот он писал, а, значит, э, и вы, это все знаете. Вы знаете теорему такую, теорему Эйншоу, вот, что из заряженного устойчивое состояние, из заряженных и, знаете, частиц получить нельзя. Вот вы производные заряженные силы возьмите, да, это неустойчивое состояние у меня не может быть. Он, оно бодрное сидит, но он у него чуть-чуть шевелерно. То есть, посадите их, вот это вот, если хотите, вот, аритостатики. Она просто следует, то есть, уравнение, которое... Какое основное уравнение? По уравнению? По уравнению? Вот, значит, уравнение. По сути, значит, оно таким способом должно. Нет такого. Вот. И поэтому, значит, ионы, казалось бы, я взял, по классике физической и граханики все почитали. Нет, товарищи. Значит, ионы, если стало, то есть, два треугольничных заряженных не существует. Там все равно. И то есть в том, что эти – это протяжение силы, а толкнили не висящие силы, которые чисто пофетрированные. И они обеспечивают равновесие. Они дают такую ситуацию, что равновесие получается сильное, очень хорошее. Ну, это, вон, это механический загоняется, который не так просто. Вот теория у нас висала. Ну, вот, значит, теория у нас висала. Ну, вот, значит, теория у нас висала, что у нас висала. Вот, давайте сейчас напишу это. Так. Я уже больше часа этих времен? Да, конечно. Можно маленький перерыв сделать? Ну, я же сейчас делал перерыв. Мы замерзли просто уже. Так нет, точно я первый час это делал. Я просто на этом был раньше находился, потому что я что-то разговариваю. А, потому что, значит, надо было так закончить готовое следующее. Хорошо. Значит, делаем это впервые. Сейчас я только перерисовываю это. Вы увидите? Вперед вы увидите? Вот. А, значит, сейчас я включу вот этого, ну, это форму, короче говоря, взаимодействия. Нужно написать для заряженных частиц. У нас сейчас было просто взаимодействие, ну, как бы, нейтральное, что ли. У нас есть образование. А, значит, здесь, для него, значит, салкнули свою, только салкнули свою, салкнули свою, салкнули свою. Я сразу скажу, значит, для этого, салкнули свою, вот эта самая, вот эта самая, формула, как раз и была приспособлена, не на Джонса, как раз и была приспособлена, в общем, для больших таких, простых газов. Вот. А, значит, декаллентной связи, вот эта была придумана больше модель того МОСы, ну и, в общем, он написал, телево, салкнули, может быть, ну, так, там еще металл, ничего подобного. Значит, Да, про металлы еще один из них. А это значит ион, и сейчас напишут в какую форму. Здесь, значит, можно два вида написать. Значит, по закону Кулона, где мои эти заряженные частицы, вот это будет такая форма. Значит, она разделяется на две части. Значит, сила свежего отталкивания нужна учесть для ближайших соседей. Значит, тогда вот так. Для ближайших соседей надо так. Минус Ку квадрата. Заряд иона Ку. Ку заряд иона. Минус заряд электроны, который... Мы можем тут поставить заряд. Ну ладно, можно просто сдать ее вместе. Ку квадрата, значит, деленное на А. Это ближайшие соседи. Плюс... Соседи. А, извините, для основных есть такая формула? Вот смотрите. Вот такой букву в Си. Си L, Си L' деленное на R N, R L, минус R L4. Вот. Это множество взаимодействия. Есть ионы одного знака, то здесь будет плюс единица, ионы двух разного знака, то минус единица. Таким образом, все это есть плюс или минус единица, плюс минус единица, то есть это положительный или отзывательный. Вот такая вот вещь. Значит, получается энергия основного состояния, вот такой вид имеет, когда формула имеет замечательный вид, потом кукла дат альфа, деленная на 2а, кукла дат альфа, минус единица, минус единица, минус единица, альфа, а, 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 так, минус единица. Вот, значит, смотрите, здесь ВДП, это как раз интересный человек, что вот она была эвак таким, значит, человеком, который форсумировал, вот взял сумму во всем этим большому числу точек, в которых находится вот сумма, энергия, значит, такого совокупности большого числа зарядок, она, вообще-то, вычитать ее довольно трудно, потому что уловно скидывается, значит, она, наверное, это, значит, сколько, извините, суммирование языки, нужно просклировать сумму, их единицевая, а это, значит, сумма-то восходящих случаях, поэтому, значит, там, наверное, нужно уметь целую силину скидываться, по-другому, так сказать. Ну, вот это очень полезно, это вот такая сумма, вот это вот и есть число такое, доброполучательное. Это Z, число же, прижавшей силой плюс, сумма по L, наверное, L4, так, вот это вот, значит, R7, A7, A7, A4, деленное на R, A, плюс L, H3. Ну, здесь, это кубическая решетка взятая, и, значит, она, вот это сумма просоммирует, она и не так просоммирует, вот, значит, это какое-то число, для каждого вида решетки, где решетки какой-то делается, который проводится, значит, для каждого типа решеток, они начинают объединиться в 10-м, вот это число, значит, по константам это уменьшение, константам надо уменьшение, и, соответственно, все это, то это вот эта сумма есть, она просоммирует. Ну, вот, значит, итак, вот это и вот я, естественно, вот эти четыре типа все основные сферы, которые есть, другие типы связи сферы не основные, то есть чем, значит, более специфический характер, они имеют, они только совершены, то есть два, допустим, атома взаимодействуют между собой, точнее, электронные, двух, взаимодействуют между собой через промежуточные, наверное. Вот такая вот такая вот эта связь есть, вот атома, это играет, а то, значит, значит, это не только через собой, через хоть один, это или через другой атом, который не зависит, то есть самая такая связь есть, ну, то есть, атома, который не зависит, и между каждым, и, значит, это самая интенсивная связь есть и т.д. То есть, есть и последствия, которые состоят, значит, Ириша, что-то роль, Ириша Аркена, связь косвенная через другие атомы, когда-то два, 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 три, два. Ну, вот такая связь. Но, значит, что касается ионной связи, то здесь интересно показать, что, например, в чем заключается, что если, ну, вот мы рассмотрели на трехлор, то есть там все понятно, один отдал, атом электронный, другой принял. А может была получиться проваливоченная ситуация, когда не до конца уровня. Ну, допустим, какой-то есть, значит, часть, значит, какой-то отдается, а часть остается на этом, значит, атом. То есть электронная подлезка, касающаяся разных, разнозаряженных ионов, вот они один, 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 другой, другой. Вот это, значит, будет связь, в которой комбинируется колонентный характер, значит, связи, да, и ионный. То есть это, оказывается, здесь мне не по одному, но окна, часть электронов просто болтается, является общим. И электронная плотность может быть сконцентрирована около этого иона, ну, в данном случае, около этого иона. И чем больше, вот, есть как степень, ионность, есть связь. Чем больше, значит, и более ионных связь, тем, значит, этот максимум вот этого заряда, который здесь, между ними, он смещается. То есть у вас, допустим, то, что мы знаем комбинируется, значит, два ионных атома, и у них вот эта вот плотность, значит, пифтимея здесь промежутки между ними. Заряда этих двух электронов, вот два ионных привычащих, он сосредоточен точно посередине между этими атомами. А если атомы разные, так, то у них есть доля коваленции и доля защитной ионности. И, значит, да, значит, ну, если посредине, то коваленная связь, а если смещена, то ионная коваленная связь. И степень ионности определяется, насколько это смещено. То есть там стоит даже такую диаграмму, что, значит, у нас есть, вот, как это получается. Значит, вообще атомы, все атомы способны принимать электроны. Потому что это не травмято. Но у него есть какой-то орбиты, не занятые другими своими электронами. И, значит, на эти орбиты он может принимать электроны из других атомов. И тогда становится заряженным. Твой получается, вот так, как хлор. Восьмой электрон принес же на свободную орбиту. То есть, казалось бы, он не травмято. Но он притянул это чисто под твоей силой, чтобы притянул, посадил, стал самым ионом этот атом хлора. Вот, значит, таким, что это называется энергия, на которую увлечивается энергия атома, когда он собирает. Называется энергия с родства к электрону. Энергия, то есть, атом имеет энергию какой-то свойства с родства к электрону. С другой стороны, степень ионизации. Когда это он отдает, то он инисирует сквозь энергии, он уменьшается. Соответственно, мы получаем два типа энергии. Два потенциала у нас. Потенциал организации и потенциал с родства. И вот, значит, один, две, значит, два типа. Эти энергии известны, потому что они из приметов химических населений. Вот здесь, значит, это и энергия с родства, и энергия организации. Вот, значит, надо вот так вот все здесь сделать. И взять это пополам, вот эту штучку, эти две, да, потенциал называется. То, значит, будет какая-то вот здесь, вот этот центр. Ну, вот здесь из того, вот это положение этого центра и определяет степень ионизации. То есть, если он совсем по единице, то это будет ионный листал. А если, то есть, равно здесь, то если и си не будет, то это будет более листал. А если и здесь будет синий, то при всем ближайке лежит сюда, то это ионный листал будет. Вот, значит, такая, получается, то есть, как бы, потенциал имеет одинаковую степень реализации, тогда они будут ионный листал. А если раз существует, значит, то это будет ионный листал. Вот такая, значит, ситуация света. То есть, итак, вот видите, как мы получаем, что производим сейчас трудно делать, то есть, что человеку, они через чулу состоят, соберется, соберется атомом в одну ячейку. И, значит, получается так, что они ионно-кологентные будут заселяются, и атомное, это, то есть, тоже существует. И могут быть электроны, они часть электронов отдадут в общий, так сказать, котел, и они будут обществлены всеми атомами. И вот, и получается все, что в социальных веществах есть, могут все эти кипы. Но какой-то, если бы мы превалируем, и что? То есть, ионно-кологентные листалы, очень много всего. То есть, ну, естественно, металлы, естественно-кологентные листалы. И, значит, ионные листалы, все, значит, все кипы. Ну, я уже называю кипы. Ну, я уже называю кипы. Потому что мы сейчас будем говорить, что вот эта основная статика будет один кипы. Ну, или твердое тело, мы можем вытеснить. Ну, дела. Почему? Потому что мы, если вот это все, как вы сами сказали, мы сейчас говорим, касается не только идеального твердого тела, но и твердого тела, которое, допустим, нано-масштаб. Вот нано-ячейцы. Вот нано-ячейцы, вот нано-ячеи, например, тут начиная ценность существует, значит, из андиток, значит, образуется какой-то комплекс атомов, из которых, из которых образуется всё, которое это делало. Ну, вот, значит, там тоже действительно существует. И, это же само расположение атомов, соответственно, это идеально, которое мы будем оставить. Это называется атом. Ну, вот так. Значит, ну, и так вот я сейчас приведу эту таблицу, которую я говорил о новом энергии связи различных атомов, так. Ну, и, может быть, эту кривую, vara, я заниц Venezia, показать атом. Внутри потенциалы разыхают. Ну, вот смотрите, значит, какая табличка. Какая табличка? Возьмем ионные. Таблица энергии. Возьмем связи. Овалентный. Значит, металл. И, наконец, это молекулярный. Молекулярный. Почему молекулярный больше? Потому что ссород, азот, это все равно такие вещи. А они даже менее интересны. Итак, значит, смотрите здесь. Все это в килокалориях на молек. То есть, молек этого вещества имеет сколько-то килокалорий энергии. Значит, если мы сейчас это вещество разложились, то выделится вот это вот количество килокалорий. Значит, это 180-220. Вот они про это вещества. Здесь, как мы и говорим. Ну, здесь 170-280. Здесь, значит, так. Вот эти металлы здесь сейчас... Ну, не 10, а... Ну, где-то 28-90. Ну, два раза. Три раза. Три раза вещества. И, значит, здесь эти вообще восемь. Ну, вот, ну, и вот, самое существо, конечно. Это, действительно, само собой ясно. Вот. Ну, и вот самое, конечно, рекордное, это вот этот сс, который, ну, масса, мы же знаем. Это самый крепкий такой реставр природы. Но сейчас углерод, изучение углерода высокопротивностей, что тут что только не сделали с углеродом. То есть углерод существует самых отличительных. Ну, вы знаете, я не знаю, что он задушевел третий. Ну, ископение, я знаю, на этом случае из-за фена. Графен – это вот тот же самый углерод. То существует алмаз, когда четыре тротча существует. Существует графен, в котором это слой молекулярный, так сказать, атомный слой просто. То есть это не кристалла, как говорится, атомный слой. Вот отдельно получено. То есть движение заключалось в том, что впервые получили один слой с толщиной, а один атомный. И это оказалось принципиально разменным веществом. Чем даже двухслой. Другая слой. Другая слой. Другая слой. Другая слой. То есть, если честно, что. Другая слой. Другая слой. Я делал этот два чинитона. Верните, есть столбик из этого герона. Вот это два слой и между ними столбики герона. Это как франция называется. Так как франция называется. Зачем… Вот эти вот трубки из этого… из своих… Верно стали делать. В общем, это геронная, но крючан сильная. Сейчас… Вот. Ну вот это вот у меня. Значит, теперь Иоанн сказал, что у них тоже связь, почему? Потому что электричество, при саде это работает, то есть у вас, получается, не заряженная электричество. Получается, получается, что они тоже работают. Металлическая связь обо мне и электронную надежность. Значит, смотрите, и последний пункт этого разговора, я в прошлый раз его взял, и сейчас, значит, говорю. Вот этот разговор, он, значит, о самом состоянии, о его саде энергии, о типах связей, о структуре и так далее. А структуре в общем не, значит, какой-то конкретной, а именно, что в таких структуре может быть. Вот это вот, мне жадко на это вот здесь написано, «срешательные силы и силы связи». Вот об этом и слово. Так вот, я закончу этот разговор с этой главной теоретикой. Теоретикой главное заключается в том, что составить модель по общему модели всего трудового отдела. Из того, что мы сейчас говорили, значит, прекрасно, не можно этого смысла сделать. Что, значит, у нас существует в целом теле разделение, существует двух подсистем. Одно ионное, то есть, существует ТВ, то есть, дело в том, что, значит, существует, как и атомная периодичная система построена на том, что существует иммертный газ. Так есть, здесь существует ионный остров, который, значит, ионный остров, который не изменяется ионный остров. Как правило, это значит, можно сказать, что, если будет строго говоря, то это всегда должно быть ион, как и атомный ион, ионный остров, конечно, замок, то есть, того, чтобы орбитальные элементы действительно равны нулю. То есть, никакого вращения этой оболочки не существует. Это вопрос представляет собой как объект, создающий потенциальное поле, действующее на стороне электронов. А вот те электроны, которые участвуют в связи с электронами, какая бы связь не была, значит, это вызывает другой теоретиф, третий электронов. То есть, у нас есть, таковым образом, называется атома, но можно ее назвать, точнее, ионы. Структура иона. Вот твердое тело, стоя у другого окружения, говорили все вот эти ионы, да? И существует электронная система, которая обеспечивает связь этих ионов. Вот, значит, таким образом, если мы так посмотрите, теперь подошли, то, значит, она существует не для системы, то есть, правильно существует физическое значение отвечающих. Значит, это будет ионы, электроны ионы, кинетическая, потенциальная энергия, взаимодействие этих ионов с собой. Вот, электроны и плюс, значит, взаимодействие электроны по системе. Вот я уже говорил, сейчас повторю. Значит, именно вот это, так сказать, и исследования все, как правило делится, в изучение, атомной структурой называется это. Ну, это, значит, основа для этого, такого термина не есть, сейчас повторю. И, значит, электронная структура, электронные явления, и явления, значит, структурные. Вот, вот это вот два типа, два раздела, так сказать, теории и физики вообще этого тела, они, естественно, выпускаются. А также у нас этот курс, вот я скажу сейчас про данные, больше о атомной структуре и о динамике атомной, так сказать, или ионной, и, значит, электронная структура и электронная динамика, которая во второй части курса будет. А почему это атомная, и нужно говорить о атомных, ну, вернее, можно говорить о атомных, а не нужно говорить о ионах, так сказать. Это уж такое, ну, дело вкуса подписаться. Так вот, значит, дело в том, что, когда мы рассмотрим об атомной структурой ионной, то мы электронной, как пассивная такая часть, привязываем к своим ионам. То есть у нас существуют ячейки, которые нейтральны. То есть практически там все, можно так, все, без коллектив электронов, разделить на, в теме их, приписать в каждой ячейке какое-то количество электронов, которые капитируют заряд гонок в этой ячейке. То есть ячейки-то нейтральны. Поэтому можно тогда сказать, что ячейка составляет вот этот атом, или совокупность атомных, вот в атомной структуре это получается. Но этот термин подходит только для того раздела, где изучается эта структура. Ну пусть она называется и ионами или атомными. Ну, это структура. Вот она, эта структура, как ядра, практически схожа. Вот это значит триллиона и атомной структурой называется. Вот. А когда мы исследуем электроны, то там уже, извините, там, даже эти ионы, значит, посмотрите, как ионные, по, как источник поля, источник поля для самого, для всего и всей этой системы. Вот такая ситуация здесь. Поэтому это реально, настоящая клиническая интерна. Он такой. Две подсистемы. Две подсистемы. Две подсистемы. Две подсистемы. Или вот этот, ну, только пассивный, значит, источник поля для этих ритмов. То есть мы рассматриваем ионы, как источник поля, а в предвижении ионов мы учитываем, как они работают с лавой. Вот такая ситуация. Вот почему здесь можно поговорить о металлах? Потому что на металлах это разделение существует в яркой форме. Там уже действительно ионы, совершенно четко, немного слабее для металлах. Они просто пользуются действительно. И поэтому, значит, у нас чем отличается электронная? Основное состояние металлы. Вот она отличается. Чтобы вот здесь, просто можно писать, энергия электронов. Электронов поля ионов. Так. Других, я бы сказал, такое нельзя различить. Потому что если связи повлиять, то там отдельно-то электроны рассматривают не очень хорошо. Потому что у меня электроны ионы, это самое плохое. То есть ионы там ограничено с электроникой, хотя связаны с термонистикой, который эффективен. Но цель металла, правда, электроны плюс ионы, значит, мы отдельно можем посчитать. Электронные электроны и отдельно энергии биомов. Которых, не запрос, электронные электроны, ничего не делается. Вот в чем, значит, специфика осмотрения синтеза. Как раз на эту цифику мы в основном рассмотрим во второй части. Вот сразу ориентировка будет именно на духовный металлический. Потому что это корония, которая из вольтной связи, и это физика, корония из вольтной связи. Она сложная, когда мы думаем, что она хорошо. Ну вот хорошо. Ну, значит, такая, значит, это взвод. Значит, мы это подводим сейчас, которая обязательно этого исполнит. И, значит, мы переходим дальше. Дальше к изучению будет кусочек, который называется структура кристаллов. То есть структура идеальной системы. Структура идеальной системы. Идеальная системы. Идеальная системы. И, значит, здесь главная часть этого основания, она состоит в том, что именно, вот, мы рассказывали историческую решетку. Это теория исторических решеток. То, что сейчас я буду рассказывать, это какой-то кусочек кристаллоградности на самом науке, и о структуре кристаллов. И, значит, это огромная заставка наука. И она, это математическая основа, я сказала, на математической стратегической стратегической теории. Я, как-то, сейчас принесу уже треники, покажу вам, чтобы человек не думает, что тут можно. Вот, значит, треники есть. Так она называется. Еще раз говорю. Вот. Ну, Тихина, значит, то, что я расскажу, это будет то, как и в этом же стиле, значит, только начальное изначествление об этих словах, об этих словах. Значит, это будет то, что нужно каждому. Уж без этого теория твердого тела невозможно отвориться на всей же части. Именно структура и реальность кристаллов в самом таком основном, коридорном виде у меня будет представлена. Что? Что там главное, то, что там нужно знать. Вот это, значит, моя вещь. Значит, ну, сегодня там, значит, первый шаг из силы. Самый главный. Потому что, и, как этот раз я тоже повторю потом все это, чтобы какие-то главные элементы получились. Итак, значит, вот мы до сих пор говорили, и то, что мы говорили в этой структуре, как расположены атомы в четвертом теле. Вот когда мы начинаем это рассматривать, так еще и так, что такое, когда мы приходим к понятию идеального сполошения. Идеальное сполошение, оно и, в принципе, смысл решет. Значит, как результат. Значит, смотрите. Тут нужно работать, спешит по этой резерве. И, к слову, к эконому симметрии. Вы знаете, конечно, мы, значит, можем сейчас это рассмотреть, расположение. Не интересовать себя расположением, надо думать, когда расположено, да? Ну, короче. Значит, это очень сильно имеет теорию, и, значит, мы ее еще не используем. Значит, нам нужно все же понять, как, какая идеальность человека. Что является идеальностью? То, и то, и то, и то, и то. Так вот, идеальностью этого тела является, значит, симметрия. Я думаю, что, в чем это заключается? То есть первый шаг в этом применении симметрии. Что, вообще, что такое симметрия? Вы знаете, да? Значит, если какой-то объект что-то симметрии делает, он может после этого сделать, перейти сам себя. Значит, нам будет симметрия. Так вот, симметрия – это, значит, такое преобразование, в простейшем случае, я не знаю, какой-то формы, какое-то, значит, расположение какого-то тела. Значит, мы его, что симметрия, повернули его. Я думаю, что сама, значит, то есть его качественные, вот это, значит, симметрия. Так вот, эта симметрия – расположение атома в втором теле, это важная часть, в частности, в частности, в частности, в частности, в целом. Так вот, значит, такое же расположение применим для этого тренинга. Значит, мы должны, ну, в основном, принцип, который здесь. Основное, значит, здесь, начинаем уже с принципа того, так называемой трансляционной симметрии. То есть, значит, смотрите, если мы, если мы тело, твёрдое тело, все атомы сместили, какой-то атом смесили на какое-то, значит, какое-то положение, твёрдое тело, то твёрдое тело должно прийти к самому себе. Вот это, значит, само, само понятие сместили, приводит к такому, в такой ситуации, когда самое идеальное твёрдое тело заключается в том, что, если мы знаем положение одного атома, то мы можем найти, друг, 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 всегда, это, вот, насыкционная симметрия. Если мы задали какую-то жанну с цифрами, то положение всех остальных атомов мы можем найти неким преимуществом, это называется твердым сметрия. То есть, мы, значит, сметрия, трансляции, трансляционной сметрии. Взяли точку какую-то, задали твёрдое тело, такое твёрдое тело, и, значит, все, положение всех атомов является преобразованием одного исходного атома. значит, это, естественно, структура, естественно, структура такого расположения совмещается в том, что мы этому вектору, этому положению приявляем некий вектор. Называется вектор атмосферции. Вот этот вектор атмосферции это снова, он, значит, снова начало рассмотрения приставок. Значит, смотрите, вот это вектор атмосферции, он имеет индекс n, где n, этот n1, n2, n3, цена числа. n1, тут можно этот n расписать, или просто реальный случай, n, n1, n2, n3. n3. Это три занятых числа. n1, 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 n2, 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 n3, 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 n3. н2, n4, n2, н4, n2, n3, А 3-минга, 4-минга. А 1-минга. Вот. Ну а там это партнеллекты. Вот это партнеллект, когда n1 есть 0, ну можно возможно с ним, все целые числа с этим там. И вот это целые числа. Вот я взял 0 и все, а в ницу, то вот это, значит, Это параллелепипед, из которого состоит вся решетка, задаваемая вот этим набором векторов. Значит, что у него заложено? Периодическое распределение, периодическое расположение. То есть, периодически расположено атомы. Это, значит, просто пример периодической функции объекта, решетки, которые имеют такое свойство. Значит, смотрите, здесь мы должны, прежде всего, вы меня даже раз спросите, значит, это бесконечная система, это отвертый же тело, конечно. Отлично. А почему ты делаешь? Где здесь происходят с параллелепипедом? Где здесь, это, как выяснилось, это потеряречно? Вот для этого мы должны понимать, как это относится. Значит, смотрите, мы берем твердоретель, да? Вот. Ну, какой-то, определяем на лицо его, да? Вот. Значит, на лицо у него этого более маленького круга. На лицо у него было, значит, шары. Ну, еще более шары. Вот смотрите. Значит, оно состоит из-за одного, от тысячи ребенка дрова. Значит, небольшое расстояние с каким-то взаимодействием. Ну, на расстоянии больше, существенно, больше, чем размер гранатом или, в смысле, туда. Поэтому смотрите. Вот нельзя поехать, где эти атмосферные�ya здесь. Вот сидят эти атмосферные сюрпризы. Их, значит, влияние, они распространяются внутри этого объем. Значит, поэтому, вот в этом объеме, Какие-то свойства, негативные способности. Точно такие же свойства имеют и вот здесь. Точно и те же свойства имеют. Ну и, соответственно, сколько бы мы увеличивали размеры, значит, вот это ядро остается одним и тем же, одним и тем же способом. Следовательно, оно обладает искусством бесконечного объема, то есть такой объем может быть. Такого объема не может быть, но его свойства мы можем изучать, полагая, что этот, что он построен. Вот это осуждение показывает, что только при изучении границ, роли границ, нам необходимо переходить к конечному объекту. А так, вообще-то, мы можем, наш объект, только тело, женщинам бесконечным. Это, может быть, принципиальный факт. Это в физике, матросерапической системе есть. То есть, если там какая-то, что-то, связанная с чувствительным переходом. То есть, да, мы, значит, в некоторых своих рассмотрениях, и мы будем, когда физику, физическое время изучать, но, конечно, теперь телефон бесконечный. Такой собственный шаг совершает, понимая, что этим мы можем кое-что испортить. Я вам сейчас разобрел пример этого же профиля. Оказалось, что при переходе на жертву свою к одному принципиальный свечок происходит. Ну, только такой свечок происходит при переходе не бесконечно. Ну, бесконечно. Понимаю, понятно. Поэтому, значит, этот шаг не термиарен, но, тем не менее, мы его делаем, принимаем. Мы обязаны это делать, потому что это, значит, потребуется участие в том, что мы макроскопические системы. Мы будем планировать макроскопические системы. Для нас неразличимы свойства. Вот в 10 классовой степени огромное число атомов. И для нас, в общем, некоторые детали того, что это, значит, содержит такая вот эта система огромная, неразличимы, и мы их не можем нашими макроскопическими пальцами держаться, сказать, пощупать. Поэтому, значит, мы обязаны переходить всегда к этому истинному системе. Ну, вот поэтому, значит, вот такая ситуация. Значит, мы рассматриваем этот наш объект, эту решетку, бесконечно считаем. Рассчитая, что мы изучаем объемные свойства. Мы изучаем объемные свойства. То есть, таким образом, от формы объекта всего вот этого вот этой решетки, значит, от формы его, который этого, значит, этого этого хотела, у нас ничего страшного нет. Потому что, вот, правильничество будет. Вот это, значит, сооружение. Таким образом, вот это бесконечная форма всего. И мы его рассматриваем, так сказать. А к конечному мы перейдем потом. И я покажу вам, как... То есть, а как же, ну, если есть уже объем, где, чтобы он пофигурировал где-то? Объем такой формы. А самовольчина объема. Так, мы потом сделаем это. Что будет в привлечении физических свойств? Это будет у нас. Объемы возникнут. И то, вот эта процедура будет, которая, наверное, значит, это ведет. Но сейчас, когда мы рассматриваем решетки вот эти, нам это не нужно вот так. Вот мы сейчас рассмотрим, рассматриваем эти решетки. Вот решетка аббракционов вот этим. Вот эта система атомов, которая расположена в этих узлах вот этой решетки, называется кристаллом. Вот есть кристаллическая решетка, есть кристалл. Вот грамотный человек, грамотный физик. Никогда не кричит, что колебания, у нас участвуют, даже название финифиды, холебания кристаллической решетки. Значит, это неграмотно. Это человек, не относится к себе небрежное. К сожалению, сейчас очень сильное состояние небрежное, значит, используем кирилл. Если вы говорите о твердом теле, то он должен называть его кристаллом. Если есть эти решетки, решетки – это математический образ, это совокусы вот этих узлов. Узлов образованы вот этим вот, вот этим, значит, этими контрастляциями. Вот вверх контрастляция задерживают узлы, и вот это решетка. Я знаю, что это не колебница, это математический образ. Это просто точек, целую точек, которые равняются положением. Это геймпельштейн, по-моему, их немножко не просто. Вот это, значит, если колебания, вы говорите, мы говорим, колебания кристалла. Понимаете? Да. Вот, значит, это вот этот, все вот эти атомы, колебания в положении равновесия. Но эти положения на себя являются вот этим вот. Значит, спросите, а почему это там? Ну, откуда это взялось? Такое, почему бы, смотрите, мы производим эту систему атомов, возьмем, почему бы она должна, допустим, даже в случае, реализируем такую шутку. В чем дело? Значит, это принцип квантовой атомии. Получается в том, что наимизшей энергией системы отвечает наиболее симметричное расположение. То есть, вот, если я смотрю, наиболее симметричное, так, способность, качественная. То есть, мы вот рассмотрели расположение атомов, и мы должны понимать, что они должны быть наиболее симметричными, тогда надо будет меньше. Это, значит, факт валюты. И оно все равно с чем? Что, когда вы, допустим, будет произволное расположение, вот это, кстати говоря, относится, когда вы переезжаете к масштабным различиям, нано, допустим, микро, там уже дело сложнее, там как-то эти самые уже в симметриях когда-то теряется, уже не все стало. Но, значит, мы тогда предыдущим, что они, энергии их выше. Если мы, значит, эти атомы, из которых это все состоит, расположим в наиболее симметричных положениях, то тогда это не будет. То есть, те призывания имеют большие значения. Ну, почему? Потому что, чем больше степеней свободы, как бы, здесь мы атомы фиксируем четко, никуда, вот задали атомы. А если там будет не атомы, а там будет располагатель, то у них будет больше возможностей и, соответственно, больше, значит, каких-то энергетических барьер. То есть, они, они должны, чтобы это упасть, они должны преодолеть эти теории энергетические барьеры и уже находиться в какой-то бурярном состоянии. в какой-то бурярном состоянии. Значит, каждому моему симметричному воду мы сопоставляем другую некую генетическую энергетику, в некоторых движениях. Значит, дополнительная энергия у себя, значит, соответственно, будет больше энергии. Энергия несимметричного расположения атома больше, чем энергия симметричная. Вот, вот, вот. Другой энергетик, да, воспользовательность. Значит, такое, значит, это, значит, откуда известно, что это не единственный способ задания положения атома. Вот я создал точку и создал положение всех атомов. Но это периодическое расположение. То есть, это, ну, периодическое расположение. То есть, повторение каждое объемочек повторяет другую. А может быть, можно придумать, что будет, будет свойство упорядоченности. Упорядоченности. Свойство упорядоченности может быть и не периодическое улучшение. Может это сделать. Значит, вот это называется квазикристалл. Вот квазикристалл, значит, это такое расположение атомов, которое не периодическое, но в то же время, значит, оно и упорядочное. То есть, можно так упорядоченность, что будет это расположение. То есть, будет неприлично, но, тем не менее, приличное. Значит, это связано с… Ну, я, значит, сейчас не буду упорядоченность, сейчас надо пока это рассмотреть. И когда уже закончим с этим, все более и более сложные кристаллы рассмотрим, и потом скажу, что там вообще есть и вообще не кристаллы, а есть квазикристаллы, есть шерпы кристаллы. Вот три существуют объекта, в которых все может быть причинено. Ну, упорядоченно, но в то же время приличное. Ну, вот, видно, что вот белый ступень познания кристалла – это объект от францисляции, объект от францисляции. Ну, казалось бы, ну и все. Значит, мы на этом можем закончить. Чем определяется таким образом структура любого вещества, любого кристалла? Ну, она распределяется тремя вот этими кристаллами. Они задаются, вы понимаете, шести чиселами, да? Три углины и три угла, да? Шесть чисел. Вот шесть чисел задают этот параллелем, и таким образом все кристаллы являются повторением глигитарной ячейки, состоящей из этого кристалла. И казалось бы, все, значит, не надо ничего. А, да, на самом деле, получается, огромное многое строится. Откуда? Оттуда, что, значит, этот продукт-то может быть разным. Конечно, это, значит, самый простой продукт. Вот оно, может, собираться, кубик. Кубик. Он задается одним числом. Вот это шесть, а то у нас то число только отделено. Правильно? Понимаете? Значит, поэтому такие кристаллы и просто произвольные кристаллы – это, как бы, совсем разные вещи. И, конечно, значит, физические свойства этого кристаллы, это опыт. Отлично, не очень. Отлично. Может быть, здорово. Поэтому именно мы должны сейчас учить еще симметрию этих вот параллельных гонокологических фигурок. Вот симметрия, изучение симметрии, принадлежность кристаллов к одной или той симметрии, вот это будет, ну, кристаллов, что я сейчас присутствую кристаллов. Вот, значит, я первую книжку, которую я вам покажу, она очень маленькая, она даже не видна. Ну, мне все и можно. Это, иногда даже не расспался. Значит, смотрите, это вот очень сильная кристаллов, организация кристаллов. Значит, он все время написал, ну, здесь же он и все читал эту кристалловию, теорию симметрии кристаллов. Вот это, она, с одной стороны, с другой, с другой, с другой, и с другой стороны, она только самая основа этой кристалловии. Она немножко сложная, ну, это хорошая, конечно, ниточка, но она немножко сложная со важным языком. Это, конечно, мне трудно будет, так сказать, все. Даже вот это. Поэтому, значит, ядрство намного меньше, чем здесь можно. Но я просто скажу, что вот это, конечно, и здесь. Есть ли основания у всех этих, на капитале физики, ну, и, наверное, людей, конечно, нет. Очень интересно, потому что вот первая знакомость, так сказать, с настоящей, ну, ученой такой, математической теорией, это вот эта книжка. Ну, а более там, в дальнейшем, в другом слове, я вам покажу. Это даже те книги, которые тут, на которые ссылаются, значит, вот я вам покажу их на три слова, значит, где-то все расписано. И что-то здесь заключается вот в чем. Это вот тоже, значит, может быть, полезно вам сказать, что наука, представляет, раздавалась очень давно. Она 200 лет, там, не достойно. Вот, я не беру больше, 50 лет, да? Значит, и поэтому там много этих наслоений, много, значит, разных, разных направлений было. И поэтому, значит, эти математики, вот, родились, между прочим, они, например, одинаково, одновременно родились, ну, точно я не знаю, вот, сейчас, например, на прямом этой имени, ну, точно, что там, урою, это теория вот такая есть. Теория была. Так вот, теория рук, по многому степени, по-моему, питалась вот этими искусствами приставок. Значит, ну, это законченная, так сказать, вот эта теория симметрии, что стало, конечно, наука простая, в случае, там теория рук не столько далеко ушла, что это даже смешно говорить о теории симметрии приставок. Но все равно, возможно, что на теорию группы, по-моему, теорию группы, существование вот такой прикладной, даже кстати, теорию симметрии, она, ну, вообще-то, самая-таки платформая часть математики, конечно, рождались, например, с физикой, она не могла. Вот это, значит, что я принимаю. Поэтому, значит, существует математическая теория, различная физиография. Применение теории группы в физике, это таких книг, что есть, наверное, так с этим названием. Значит, они родились вот как раз, где-то, наверное, в 50-60-х годах. Ну, какие-то я вам тоже покажу. Значит, да, это есть. Но, в общем, конечно, углубляться в математическое тему немного должен быть тот, кто представляет их серьезно. Вот. А, значит, в обычной физике, в таком сфере специальной физики, сейчас, между прочим, стало меньше этой моды этой ценности. И, по-моему, все причиняем дошлось в 8-м возникновение очень хороших, значит, средствах, значит, в интернете. И там, ну, типа, что, вот, сейчас тоже уже теорию сложить, я думаю, все время какого-то не думаю, что, ну, кто не знает, кто, он 2 на 2-2-2 сразу берет, и, ну, не нравится, 2 и 2, в основном, разное предложение, вот. То есть, так же, вот это, ну, так же, ну, теория сидит, где-то, значит, что-то, если нужен какой-то результат, вы там где-то набираете, получаете, значит, вы даже не знаете, как это, порочные, как это. Это, конечно, не наступает. Ну, тут 2-2-2 куча-то уже денег, считают, что это. А вот если бы не было денег, я представляю, что бы я не рисковал в интернете, вообще не знал. Ну, да. Ну, хорошо. Ну, значит, вот это первое. И теперь, ну, самый главный шаг в этой дальнейшей составляющей отличается в том, что мы должны дальше рассмотреть симметрию. Так вот, симметрия отличается теперь за симметрией вот этих вот наполнепипедов. И, значит, здесь существует начало. Я первое это… Сейчас кусочек расскажу и на этом, наверное, что вы озвучили. Первый кусочек заключается в том, что мы должны рассмотреть точную симметрию. То есть, ну, вот чем кубик-то отличается от этого производного пролепита? А тем, что у него есть симметрия поворотов, на десять поворотов. Вот такое поворотное действие согласно, и хоть какой-то сорок, и все равно он уносит свой переход. Вот существует вот эта симметрия, это основная точная, то есть она – симметрия поворотов. Поворотов – да. А почему точная? Потому что точка имеет точную силу, но она только поворачивается вокруг оси расчистки. Поэтому мы видим жанр обращения по симметрии. Ну, вот. Так вот, значит, еще это 200 лет назад, с чего началась эта теория Решута, собственно, изумитель математики, который, в принципе, правы, построил такую, ну, вот такие вот… Основу, что ли, это обращение симметрии. Он сказал, говорит, ну, давайте проверим, какие же все же могут быть многогранники, какие многогранники могут и иметь отношение к таким вот таким вот причинам. Ну, вот, значит, это соображение, оно, если я во всех присылающих книжках приводится, всегда началось историальности, я не знаю, может быть, в эфире даже слишком элементарные вещи, но это, может быть, что-то есть дефекты в этом доказательстве. которые идут вот это вот, что проводим. Ну, я думаю, что, значит, нам этого достаточно. Дальше встречу. Итак, какие оси? Вот давайте, значит, возьмем, давайте, это, элемент симметрии трехристаллический решет – ось вращения. Ось – это, значит, что справиться? Ось – это линия проходящая через узлы. Узлы вот эти узлы, через каждый узел, через какой-то узел можно провести линию, которая будет отличаться через все узлы. В следующую период ее приму. Вот это прямая. Вот узел вращения. Если мы вращаем весь пистал, то, если ось вращения будет элементом симметрии, так сказать, к этой решетке, то тогда, значит, эту оси, этот элемент симметрии уже будет считать, что нужно выключать. И так далее. Мы находимся такие, попробуем найти, какие же повороты, оси подходит. А какой еще? Какие повороты подходит? Вот, значит, оказывается, я еще могу рассуждать. Вот берем два узла. Между ними, а, ну, значит, вот, один из этих. Теперь, значит, пусть ось, вот это ось, вот это ось через этот узел. И теперь, значит, смотрите, поворачиваем на какой-то образованный угол фи, вокруг какой-то оси, и выходя через этот узел, через этот узел. А через этот узел мы проведем такую же, что ось эквивалентная будет, да, эта. И, значит, если мы сейчас обратно на угол минус, на наоборот, то кристалл должен совпасть самим собой. Тогда это будет просто. Вот это узел будет, то есть вообще. Ну, значит, поворачиваем. Новый узел сюда приянули. Вот, значит, следующее вот узел вот такой. Вот здесь видите. Вот, вот первый узел, а, садящий к нему ближайше к нему узел. Вот, 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 в соответствии садящий, садящий к нему узел, управляем сюда, да. Теперь дальше, вот, это фиг. Дальше вокруг этой, у оси, мы должны это выражать в ту сторону. Так вот, после того, что получилось вот что, вот эти узлы попадали, попали сюда. Значит, они должны быть узнанами. И, значит, соответственно, вот это условие записано в следующем, смотрите. То есть я вот, например, пишу здесь а, б, так, а штрих, б штрих. Вот это условие. Значит, прямо я воспроизвожу то, что обычно делается. А штрих б штрих равняться должно отрезать. Должен равняться п на а. Ну так они позначили то, где больше целое число. То есть здесь целое число должно быть. Целое число должно быть а. Получается. Всегда. Тогда это будет просто синентрии, которыми мы поворачиваем. Значит, правильно. Ну, это а штрих б штрих, это же трапеция, там, будет, там, все, легко найти. Вот. А штрих б штрих находим. Тогда получается а плюс два. Ну, как-то провести, там, в общем, это чисто, как бы, диаметрия простая. Вы это сдавали на замене. Я говорю, что теперь на замене было, не помните? Значит, косинус а косинус фи минус фи в половину. Я не могу сказать, это теряем. Ну, значит, это война. Где последующие? Вот, значит, какие цели? Тут, можно сказать, в Сочи, чтобы этот угол и этот угол, вот, синентрии подходит. Значит, тут вы должны запустить свою точку. И, значит, в Сочи, ну, и все. Вы же тут. И, значит, число, где должны быть здесь, могут быть здесь. Ну, вот. Значит, смотрите. Вот легко видно. Значит, получается так. Значит, п может быть равно 3, п равно 2, п равно 1. Так? Значит, в данном случае, фи. Равно пи. Так. В. Так. Сочи, смотри, не тренюк. Так. Фи равно 2, пи. 2, пи на 3, да? Это здесь, фи равно пи. Ну, нужно просить больший диск. Всегда можно сравнивать, что всего-то, когда это есть случая, возможно. Фи вот этого мы можем выбрать. И, значит, здесь, соответственно, то есть, когда я здесь F равно 0 и F равно 0. Так, пик вот так. F равно, так, 15. Теперь, значит, F равно 0, F равно 0. F равно 0, F равно 0. F равно 0, F равно 0. В общем, короче говоря, смотрите, вот эта вся арифметика Что у нас должно быть? Фи равно 2фи деленное на n, где n равно 1, 2, 3, 4 и 6 Вот только из этих случаев тут прямо написано То есть здесь, таким образом, вот эта ось, так сказать, которая здесь проходит Она должна быть, иметь только, вернее, поворот вокруг какой-то оси, кристаллической оси, может быть только вот на этих людях Значит, сразу же, значит, возникает совокупность, то есть, кристаллических пиршотов, значит, которые образуют, значит, набор этих, значит, осей симметрии Сейчас я пропишу эти оси симметрии, которые могут быть Значит, мы, что еще для этой решетки, значит, какие элементы симметрии, значит, подходят Значит, вернее, это даже существует Ну, это вы знаете, это, значит, инверсия То есть, если мы, значит, заменили оси координатами на обратные, то что-то не менять, не изменяется тоже Это, значит, будем задержаться Ну, и зеркальное отражение То есть, зеркальное отражение, которое заключается в том, что оно поворачиваем в руках в сети Это, значит, относится на угол Пи Ну, это, в общем, содержится здесь Это угол, значит, это комбинация инверсии Зеркальное отражение, комбинация инверсии с поворотом на угол Пи Повернули оси, повернули на обратные И тогда, получается, лично, зеркальное отражение Вот зеркальное отражение и инверсия, то есть, инверсия и зеркальное отражение, которое комбинация является То есть, ясно, что комбинация всех То есть, любая комбинация этих оси вращений тоже будет Опять совмутность тех операций, которые И вот так и возникает понятие Вот, значит, сейчас математическое понятие Элементарный момент, который Получается, значит, грунт Ну, смотрите, вот, какие теперь Вот этими n, не зря так сделано Этими n мы, значит, обозначение теперь Ось первая Это просто Поворотная блоки Значит, или Ну, нулевое, так сказать Получается, что? Смотри Единичный, да? Поворотная То есть, есть преобразование, которое просто Значит, ничего не делает Ворочий, ну, не углубит, если бы ничего не едет Вот, что может быть Дальше Значит, два Три Э Четыре Шесть Вот я бы сказал Два, три, четыре, шесть Повороты, да? Повороты на оси Теперь, значит, комбинация поворотов То есть, комбинация инверсии и этих поворотов Единица Щеточка рисуется Вот это, значит Ну, такое обозначение Можно написать два щеточка Это поворотный угол Пи и зеркальное отражение Вот этот функция Поворотный угол Пи и инверсия Вот он, значит, называется m, иногда Это, значит, зеркальное отражение Значит, теперь 3, 4, 6. Ну и все. Значит, сколько здесь? Значит, 10 существует элементов симметрии. Этот единичный. И, значит, единичный, совокупность 10 элементов. И, значит, вот эти все 10 элементов симметрии, 10 вращений, так сказать, образуют совокупность, из которой можно скаменировать такую замкнутую совокупность, которая, значит, является свойством определенной решетки. Вот в каждой решетке теперь мы можем приписать в какой-то совокупности вот этих элементов, значит, соответственно, выделяющие эту решетку и все. Значит, из этих элементов можно сделать так. можно сделать, в принципе, 32 комбинации, да, из них 14 выделить тем, что они будут содержать один узел, чтобы элементарный ячейк, соответственно, вот эти элементарные ячейки. Так вот, значит, в этой элементарной ячейки в этом парампиле может соединяться один узел, а могут два. Тогда она образует, значит, тогда сама решетка образуется из совокупности двух вставленных друг друга этих решеток одинаковых. Вот, значит, получается, что два одинаковых решетки, соответственно, каждая ячейка содержит два. Так вот, если один элементарные ячейки вы берете только, то это базовый, как получается, что это базовая решетка, которая, значит, самопростательная. Потому что если мы выбрали эти решетки, которые имеют один узел, то тогда все остальные решетки являются просто в совокупности сложными. Вставлены друг другу этим же, простых решеток. И, значит, ответственно, вот эти 32, а сами 14 общие, а эти 32 это будут такие, которые будут содержать уже два моментальные ячейки и больше. Сколько угодно, может быть, значит, чтобы... Всего 32, может, значит, таких применяться. И да, оказывается, что основу всей, значит, этой структуры вставленных составляют вот эти 14 решетки, называются решетки браве. Вот эти решетки браве, которые... Симметрик которых составляет основу, ну, тогда, значит, перевезив, состоит из насосновляет с вами, а с твоими, то есть, по-друге, с той, и 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 с той. Значит, смотрите. Вот я, для чего пойдем старый сет, идешь, я покажу, посмотри, что мы сейчас будем обновлять, и надо закончить. Как раз так. Я, все же, чтобы я не знаю, я принес такой разноценный проект. Вот сейчас я покажу вам, или какие-то у меня и... ... ... ... ... Спасибо. 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 Я, кстати, забыл перейти вот эту краску. Так, я сейчас отойду. Вот. Сейчас мы сделаем... Вот. Значит, ну тут элементологи, что это может быть. Вот смотрите. Значит, итак, основу всей этой теории связи с решеткой является вот этой... Вот это решетки Браве. Вот. Значит, смотрите. Ну, так скажем, что у нас сказочный будет. Итак, верхние. Вот это вот... Это сколько этих, значит, содержится параметров для того, чтобы было описано в решетке? Вот самая сложная вот эта. Значит, самая сложная вот эта. Это шесть. Это, значит, каждая симметрия присвоена в некое название. Вот это триклинное. Триклинное – это все, что ничего не по симметрии. У меня не только симметрии есть, только есть. Больше ничего. Вот она. Вот она. Вот, значит, та эта триклинная. Теперь, значит, дальше все ведем к увеличению симметрии. Значит, это моноклинное, ромбическое. Значит, вот здесь вот слово симметрии, а значит, это и все вот эти, знаете, тот многогранник, который оставляет участие. Здесь несколько том же серий. Ну, ладно, значит, я все скажу и потом... И так, значит, смотрите, вот многогранники, вот эти образуют снова вот этих, ну так сказать, типов симметрии, что ли, которые отличают этим другим названием. Но, значит, решеток – это 14. И вот все они 14, вот они нарисованы здесь все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, четырнадцать решетки. Вот они нарисованы. Значит, а это многогранник, который составляет их. Вот здесь формально, почему эти 7 и 4, что означают? Дело в том, что, значит, вот все эти решетки, которые нарисованы, содержат один атомный элементарный чип. Но здесь нарисованы, вот видите, вот этих, вот этот вот, мы крайне-то один, а атомов, там, тут два, тут тоже сколько-то три. Вот и один представляет собой совокупность решеток и правы. Они могут быть сложными, но разные атомы. Разные атомы. Значит, каждый атом будет в своей решетке сидеть, правда? Вот и начнут. И эти все решеты станут друг другу. Может быть, их много очень-очень-очень-то, атомов, элементарный чип. Соответственно, каждому, каждый совокупности антам соответствует какая-то хорошая решетка. Они не основаны. Вот, значит, это основа вот этой нашей представленности. Ну а дальше, значит, мы будем, дальше случаются уже дальнейшие корректы, которые с вами с вращением. То есть комбинация смещений и вращений. Комбинация вращений и вращений. Итак, если мы вот не подключаем, как бы это закрытая точная симметрия, если же мы подключаем уже другие элементы симметрии, которые связаны с симметрией относительно преобразований, которые включают как поворот, так и смещение в толь какого-то направления. Ну, тогда, значит, будет дальше количество типов решеток вылечить. А сейчас, пока мы это учим, тут типов решеток. И обязательно каждые все остальные решеток по крайней мере лежат. То есть 32 класса. Вот 32 этих типов решеток, опять же, все же самые помещают какому-то одному классу. Но, значит, этот самый классовый разделяется из-за того, что высекают симметрии, связанные с комбинированием. То есть, наверное, выше корректы. Ну, это вращение. Ну вот, давайте вращаемся на симметрию. В следующий раз, наконец-то, продолжим. Продолжение следует.